Лучшие в республике. Именно так сегодня можно назвать ребят, участников Брестской команды по хоккею, 1998 года рождения. Ведь они одержали заслуженную победу по результатам минувшего сезона. Торжественное чествование юных спортсменов состоялось 14 мая в Управлении спорта и туризма Брестского облсполкома. У нас одно из ярких достижений, которое в принципе первый раз в истории хоккейного клуба Брест, в истории спортивной школы. Это наш 98-й год, занял первое место в первенстве Республики Беларусь. Сезон был напряженный. Дело в том, что начал готовить команду один тренер, потом поменялся тренер один раз и в этом сезоне поменялся еще раз тренер. То есть это тоже оказало немаловажный фактор, но команда дошла до конца и выиграла данное первенство. Каждый из участников команды приложил усилия для достижения общей победы, поэтому все ребята были отмечены медалями и дипломами. Особые награды, памятные призы получили сильнейшие игроки сборной. Так лучшим защитником стал Игорь Карабанюк. Молодой человек тренируется уже более 10 лет и планирует добиться еще больших спортивных высот. Решил пойти на хоккей благодаря первому тренеру. Сидели такие в школе все грустные, потом бас, заходит тренер, приглашение на хоккей. Ну сразу думал, ну пойти попробовать, может что получится. Пошел. Ну вот сейчас нормально все получилось, так играем. Наверное, каждый хочет тут хоккеист, каждый спортсмен хочет попасть в чемпионат мира. Мечта, в том числе я. Путь к победе всегда непрост. И для того, чтобы стать лучшими, нужно приложить много усилий. Трудности могут возникнуть не только во время подготовки к играм, но и во время матча. Благодаря слаженной работе тренеров, юным спортсменам удается вовремя справляться со сложными задачами. Вы знаете, это как в семье. Есть и ссоры, и всего хватает. Но мы со всем этим справляемся вместе. Это самая достойная смена на сегодняшний день. Я горжусь этими ребятами. Условия созданы, я бы сказал, по республиканским меркам отличные, потому что 8 ледовых арен у нас есть. На всех у нас открыты отделения хоккея. Есть небольшие, конечно, проблемы с кадрами, потому что, как говорится, не успеваем мы укомплектовывать их хоккеистами, тренерами. Но исправляем эту проблему. Проходят тренеры курсы переподготовки. Решается этот вопрос. Действительно, в нашей области создаются все условия для развития хоккея. И хочется верить, что команда брестских ребят, которые выбрали своим главным увлечением хоккей, еще не единожды одержит победу.